Какое бы дело вы ни начинали, сначала вы хотите посмотреть на планеты и звезды. Если вы хотите выйти из дома, планеты и звезды должны сойтись определенным образом, да? Правильное время, неправильное время. Вы следите за всем этим? Раху Калам, Гуна Калам и так далее. Если вы хотите выйти замуж, вы должны пойти и спросить у какого-то человека, «Буду ли я счастлива с моим мужем?» Я думаю, что это никуда не годится. За какого бы дурака вы не вышли замуж? Почему вы не можете спокойно жить с ним? За какого бы идиота вы не вышли? Но если вы все-таки выбрали выйти замуж, почему вы не можете спокойно с ним жить? Или если у него развился какой-то новый вид безумия, который вы не могли предсказать раньше, почему бы вам не уйти от него? Даже со всеми предсказаниями и совпадающими гороскопами все равно два человека не могут ужиться вместе, не так ли? Любой астролог может составить гороскоп, но может ли он сделать так, чтобы эти два человека ужились вместе? Ваш брак удачен ровно настолько, насколько вы несете ответственность за своего супруга. Это так? Насколько ответственно вы относитесь к другому человеку, настолько брак и работает. Это так? Нет? Я говорю о личностном росте. Я имею в виду другое. Я не говорю об этом как о науке предсказаний. Я понимаю. Я говорю о развитии вашей жизни. Например, вы говорите, что в определенной фазе Луны, например, во время полнолуния или новолуния определенные энергии доминируют. Да, я к этому подхожу. Понимаете, любая форма оказывает на вас определенное воздействие. Этот кувшин, который находится рядом со мной, распространяет свои вибрации. Так с каждым объектом. Но сейчас это мой выбор. Либо позволить этому кувшину воздействовать на меня, либо мне самому воздействовать на этот кувшин. Это мой выбор. Каким образом это должно происходить? Каким образом? Кувшин должен воздействовать на мою жизнь, или я должен воздействовать на кувшин? Оказывать воздействие должна человеческая природа, не так ли? Звезды и планеты — это неодушевленные объекты. Просто камни и скалы, скалы и земля — они неодушевлены. Разве неодушевленные объекты должны влиять на вашу жизнь? Или же человеческая природа должна управлять судьбой неодушевленных объектов? Каким образом это должно происходить? Если вы осознали человеческий потенциал, то влияние должна оказывать человеческая природа. В противном случае неодушевленные объекты будут управлять вами. Сейчас наступает полнолуние. Вы знаете, что во время полнолуния и новолуния люди с небольшими психическими отклонениями становятся чрезмерно возбудимыми? Вам это известно? Вы все здесь сходите с ума на новолуние? Нет. По сравнению с ними, вы немного более уравновешены. Поэтому, вне зависимости от фазы Луны, вы можете продолжать жить обычной жизнью. Но для них это невозможно, потому что они находятся в неуравновешенном состоянии. Луна появляется — они сходят с ума. Луна исчезает — они сходят с ума. Вы немного более устойчивы, так что Луна на вас так не влияет. Она способна притянуть целый океан, но на вас она никак не влияет, если вы немного уравновешены. Если вы добьетесь еще большего баланса, ничто не сможет воздействовать на вас, но вы сможете воздействовать на все. Человеческая природа должна определять судьбу неодушевленных объектов, а не наоборот, не так ли? Если вы позволите себе находиться под влиянием, тогда что угодно сможет повлиять на вас. Вы должны взять свою судьбу в свои руки и пройти через все, что для этого потребуется. Вместо того, чтобы ждать, когда звезды и планеты займут нужную позицию. Многие из тех звезд, что вы видите на небе, на самом деле уже не существуют. Вы знали об этом? Многие из них давно исчезли. Поскольку они были очень далеко, свет от них все еще медленно доходит до нас. Да, свет движется очень медленно. Вот почему вы видите их так долго. На самом деле звезды исчезли давным-давно. Но эти звезды — основа ваших вычислений. Просто каждый объект оказывает свое воздействие. Несомненно, позиции планет оказывают свое воздействие. Но позволите ли вы себе находиться под их влиянием или нет, зависит от вас. Если вы осознали свою человеческую природу, вы не должны позволять всем этим планетам определять вашу жизнь. Не так ли? Ваша жизнь должна зависеть только от вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok